Я думаю, многим будет интересно узнать Андрея Евгеньевича таким, каким он предстает перед нами в этом видеоинтервью. Желаю вам приятного просмотра, буду рад новым партнерам в нашем проекте. В чем смысл жизни, Андрей Евгеньевич? Почему вы говорите, что сумасшедствует, и вы посвятили свою жизнь? Смысл жизни, мой смысл жизни, в том, чтобы найти того, кто давал нам цели 7000 лет назад. Возможно, он улетел в космос, возможно, спрятался под столом. Вот это я и пытаюсь понять. Ты не слышал о моем эксперименте? Нет? Давайте я, зрители, нарисую вкратце, это интересно. Пример? Потому что на час уже. Уже большого. Смотрите, вот это жизнь. Жизнь людей, но обычное время. Ну, сто лет. Вот это поступки людей. И здесь мы анализируем не одного человека, а человечества. Всех людей вместе взятых. Ну, как биомассу. Сменизация на Земле. Да, как биомасса. Вот они живут на Земле, на планете. И мы анализируем всю историю их существования. Это примерно 30 тысяч. Так, входящие показатели какого? А? Сейчас расскажу. 30 тысяч лет мы анализируем их жизни. 30 тысяч? Ну, вот 30 тысяч прошло с тех пор, как появились первые упоминания о том, что вроде как не обезьяна, а человек. Вот их поступки. И есть поступки, которые действительно развивают цивилизацию, то есть двигают человечество реально куда-то. То есть земледелие, металлообработка, посуда, приручение животных и так далее. А есть вещи, которые уже, они под этой линией, то есть это вещи, которые цикличны для жизни. Устирали оборудование. Да, ну вот, например, в Египте были колесницы. То есть человеком был освоен принцип ускоренного перемещения. Ну, это все уничтожение. Кладешь колесо под себя, и ты двигаешься быстрее, чем твои противники или твои друзья. А сейчас мы ездим на автомобиле. Согласись, что принцип не изменился. За 2000 лет в детского и в год. За 5. За 5, ну да. А вот хитрость в чем. Общаясь с краеведами, с учеными, изучающими древних человек. Бочки, те же ямы, те же направления, нужные дороги, коммуникации. В этом речь. Оказалось, что если все это заложить в компьютер и пересчитать, у нас получается вот такая история. Вот такой график. А тут это последние 100 лет. Это последние 7000 лет. Мы ничего принципиально не делаем. Новые информационные компьютеры, ноутбуки. Это все усложнение того, что и так открыто уже добавлено. А усложнение, кстати, да. Это все всего лишь усложнение. Все системы усложняются, усложняются. Они усложняются, но они принципиально никуда нас не выводят. И такие новые улицы. Понимаешь? Тяжелее, не поворотливая. Даже выход в космос всего лишь профанация. Потому что мы вышли в космос, но мы не отделились от планеты. И мы принципиально никуда не улетим. Зависимо. Больше того, если взять планету как некий 3D-компас. Вот представился 3D-компас. Ну, если в автомобилях такие вот, надо решить. Никто на этой планете не знает, в какую сторону надо лететь, в первую очередь. Зачем лететь? Ну, как минимум, люди говорят, а зачем лететь? Как максимум, если мы им сейчас даем, слушали, позвонит утром, скажет, ребята, все, я готов, можно лететь. Стартуем. Стартуем. Никто на этой планете не знает, куда. То есть в космос? Да, куда в космос стартуем? ХЗ. То есть 3D-проекция, земной шаг, 365 на 365, нет четкого направления, куда. А нет, ну, хорошо, приближайший к пол, объектность, экзопланетная какая-то. Потенциально... То есть мы в таком неведении, нибудь ли не находимся. Нет, 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 нет. Есть другая, есть другая. Есть другая, есть другая, есть другая. Можно, можно сказать, ну, куда лететь? Куры, кухонные базары. Нахватчик есть, а ты сливайся. Итого, ну что, потому что, иди. Итого, а че? Ну, попробуйте. Ну, я не знаю. Теперь о главном. Что показал эксперимент? Эксперимент показал, что человек примерно 2,5, 1000 лет, примерно до 1500 лет, вел себя как бомж, которого случайно выселили или выгнали из комфортабельной квартиры, где он привык пользоваться определенными привычными вещами. То есть, все эти бредни Дарвин, о том, что все произошло естественным путем, как-то так и так далее, ну, неусловно. — Ты набиваешь, ты разбиваешься, это забиваешь. Постоянно в поле Саратов. — Коммунистерство. — Постоянно в поле Саратов. Невозможно записывать. Будем слушать — невозможно. — Постоянно в поле Саратов. — Итого. — Не сбивайте меня, а то я вот сейчас обешу все это. Вы не знаете правду. — Смотрите, что происходит. Две с половиной тысячи лет назад человек вел себя как человек, который жил только что в очень хорошо оборудованном помещении. В нем под рукой были наши топоры, вилки, ложки, рис, уже приготовленный, да, транспорт и так далее. И вдруг его лишают одежды, его лишают всех этих приспособлений и выбрасывают в деки джунгли. Ну, кого-то в джунгли, кого-то там в гости реки, да, и так далее. И люди методично, планомерно восстанавливали структуры, к которым они привыкли где-то уже. Они не вели себя как дикие обезьяны, которые сначала молотили друг друга палками, а потом поняли, что палками можно сбивать орехи. Все было ровно наоборот. Они сразу брали палки и сбивали орехи. Понимаете? Это тонкий момент. Это не мои слова, это слова краеведов и тех, кто изучают древних людей. Вот в этой точке все это было методично, спланировано, планомерно. Они шли, они знали, чего они ищут, они знали, куда они идут и так далее. Например, один маленький факт, чтобы было понятно, насколько все круто. В Торжке есть месторождение кремния. Таких месторождений кремния на планете 2. 2 всего лишь. И древние люди ходили в 2 места на планете за кремнием. В Торжок и еще в одно место оно там где-то в долине Амазонки находится. Или в Африке, я уже не помню, но где-то там. То есть зачем? Потому что именно там, в Торжке, кремний выходит на поверхность и имеет пластичность достаточную для того, чтобы его обрабатывать. То есть он не крошится так сильно, но при этом остается острым. И наш кремний. Кремний – это уникальная порода. Она по изотопам отличается. Ее легко отличить. Где она рождена? Так вот, кремний из Торжка распространен во всей планете, во всех племенах, во всех местах, где мы знаем развитие цивилизации, суперразвитие цивилизации, присутствует Торжокский кремний. Это вот просто как информация к размышлениям. Когда я рассказал про свои исследования, человеку, который занимался исследованиями древних людей, даты совпали с точностью до сотни лет. То есть моя дата была 7000 с копейками, его дата была 6900 с копейками. Даты совпали. Дело в том, что это такую же дату называют православные, потому что у них расчеты жизни, то есть по их мнению жизнь в земле началась как раз 6900 с чем-то лет. К чему я веду? А как он говорит, что что-то поменялось? Он говорит, ты знаешь, вот в этот период что-то поменялось. Я говорю, интересно, а что поменялось? Он говорит, дело в том, что люди перешли на глиняную посуду. А это значит, что они больше не бродили по планете. То есть, получается, что прозвучала команда или перестали звучать команды, мотивирующие людей перемещаться по планете. Отсюда мы делаем вывод, что либо источник целей исчез, улетел, был убит случайно, или умер, или что-то случилось, закрылся портал какой-то, батарейки сели в ноутбуке, что-то произошло. Люди, вот эти самые жрецы верховные, они перестали черпать новые водные, новые данные, от них испарились, исчезли. И так как люди, они сначала сколько-то подождали, ну там лет 9600, они все еще по инерции куда-то там ходили, какие-то экспедиции. У нас до сих пор есть люди, которые не сидятся на месте, которые все еще куда-то идут и что-то ищут. Но глобально человечество поменяло парадигму своего существования. И то, что это была целая парадигма, говорит то, что люди перестали носить с собой железную посуду, перешли на фарфоровую. А почему они перешли на фарфоровую? Объясню тебе, Вася. Вот ты как человек медливый, объясняю. Человек, который идет в дорогу, ему нужна посуда, которая не бьется. Почему? Потому что если посуда разобьется, ему придется искать глину, жечь костер и лепить новую тарелку. А это, сам понимаешь, в некоторых местах просто невозможно. Но человек, который уже дома ест из фарфоровой посуды, означает, что он уже точно никуда не собирается. Он поменял полностью отношение к планете, отношение к миру, отношение к собственному я. Он его либо пересмотрел радикально, что наврядно, либо он больше не слышал призывов куда-либо идти. Он стал глухим. Он перестал чувствовать зов природы, зов жизни. А смысл иммиграции – это преследование путешествий или поиск новых месторождений? Скорее всего, никакого поиска не было. Идет, что путешествовали, они сами говорили, кусты, люди, где-нибудь… Путешествуют современные офисные планкуры. Путешествуют… 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 Давай, давай правильную терминологию. Для рыбников нравится, что он все стоит на места или на словами. Давай применим правильную терминологию. Путешествие – это некая праздная прогулка откуда-то, куда-то, понимаешь? Теперь о главном. Есть понятие хорошее, а я его не люблю – это американское слово. Миссия. Миссион. Иди туда, принеси то. Миссион. То есть, идея очень простая. Чтобы миссия была, ее кто-то должен ставить. И как мы знаем, миссия не состоит из одного действия. Миссия – это организованная стратегия. То есть, ты пойдешь, принесешь мне кремнии, ты пойдешь туда, найдешь мне огонь, золото, ты несешь бриллианты, ты строишь мне здесь замок, ты строишь подземный погреб, ты это понимаешь, да? То есть, был кто-то, кто зачем-то. Главнокомандующий. Все это организовал. Все это организовал. Жрецы – это был способ спрятаться. Пойми правильно. Это так же, как сегодня есть вот эти все ютубы и так далее, для того, чтобы не было доступа к телу. То есть, жрец уходил в тайную комнату, с кем он там общался, через какое устройство – мы не знаем. Просто понимаешь, да? Умные, сильные люди того времени, понимая, что я разговариваю с кем-то по какому-то прибору, что бы они сделали? Они бы дождались, пока я сплю, украли бы прибор, попытались разговаривать. Понимаешь? Возможно, в некоторых местах… Но не умея нажать правильно кнопки, не нужны комбинации цифр, они даже не знают, как войти, куда проводить. Да. Логин, пароль-то им неизвестен. Понимаешь, они могли замочить этого… Ну, что-то могло произойти, конечно. Вот моя теория смысла жизни. В целом, смысл жизни, конечно же, вспомнить. Вспомнить, кто давал приказы, какими они были, что мы строили в итоге. Итого, зачем нам эта планета? Возможно, что эта планета – космический корабль. Ты знаешь, что, на самом деле, если смотреть движения Солнечной системы в масштабах галактики… Видел, да? Солнце несется вокруг Солнца, совершая некие штопорные, на самом деле, вращательные движения, они, планеты, получаются, своего рода… Стопор, венчающийся пространство. Да, да, да. Как это называется? Балласты, или как вот… В патефонах старых были такие грузики, которые поддерживали имерцию. Эксцентрики. Эксцентрики. То есть, планеты, Солнечные системы, своего рода эксцентрики, а Солнце – своего рода плазменная пушка, которая прожигает пространство и сжигает все возможные метеориты и прочую хрень, которые могут встретиться на пути. Понимаешь? И Земля в этом разрезе, если вот эту схему рассмотреть, то Земля в этом формате находится в очень удобном положении, при этом Луна, она как бы еще и является неким дополнительным защитным механизмом, потому что Луна таит в себе огромное количество воды. И если в какой-то момент произойдет какое-нибудь непредвиденное столкновение или сотрясение, то большая вероятность, что Луна примет удар на себя и просто расслабится, выбросив в атмосферу больше воды. К слову, о вселенном потопе. Возможно, Луна – это еще один запасной. Их, возможно, было несколько. Мы просто исчерпали вот эти вот, понимаете, у нас остался последний запасной защитный вот этот патрон, который, ну, мы унизимы. То есть, возможно, там есть разговоры о том, что Лун было много, что это было целое скопление лунных вот таких вещей. Вот идея. Вот идея. Понимаешь? Кушали бы инопланетяне однозначно. Кушали бы инопланетяне однозначно. Причем, знаешь, каким-то образом им удалось... Собственно, я думаю, что они в него вживились каким-то образом. Может быть, через ухо там бактерии. Причем вживились именно органически. Потому что его вот эта врожденная история, да, Суроксин, она, мне кажется, некий такой маленький знак. Бой избранности? Ну, так. Отмеченный. Отмеченный инопланетянок? Нет, это деформация генная. Да, да, да. То есть внедрение произошло на уровне генов, и на уровне генов произошел сбой. А в мозгах это такой прорыв? К слову, не зря он все время говорит о этих рибосомах и ДНК, потому что именно там он чувствует сбой. То есть он пытается, ну, как бы, из этой части, ну, выплеснуть, понимаете? То есть он пытается отзеркалить это все. Ну, сюжет 43 минут идет, Андрей Евгеньевич. Надо это экологически завершать? Экологически завершать. Я очень верю зрителю, что зритель у нас интеллигентный, умный, адекватный. И что он поймет, о чем мы думаем, чем болеем, и что тревожит нас в этой жизни, понимаете? И я вас заклинаю просто, не будьте вы поверхностными выгодами, которые слышат звон и не знают где вы. Конечно, открывайте уже мозги, задавайте уже нормальные вопросы, да, присоединяйтесь уже к нашему сообществу, вступайте в диалоги, предлагайте свои идеи. Хватит уже присматриваться, сколько можно, уже два года присматриваться, пора уже как бы шагнуть в реальность, пора уже нам создавать какой-то собственный пергомерат думающих, мыслящих людей. Если вы думаете, что кто-то там подумает за нас никогда в жизни, никогда в жизни. Мы единственные, кого торгнули. Только представьте, что это так, только представьте, что это истина. Сойдете с ума. Ну все, дорогие друзья, это 18 марта 2013 года, дискуссия с Кузнецом Андреем Евгеньевичем, руководителем лаборатории одноименной его имени. Лаборатория Кузнецов. Нет, Кузнецов лаборатория. Кузнецов лаборатория. Стоп, снято. Редактор субтитров М.Лосева Повторю, это то, что должно, что можно и что нельзя. Вот это запретить нельзя. И это этика, это этика 5 и выше, духовная и выше материального, справедливость выше закона, общее и выше частного, служение выше владения, власть выше собственности. Повторю, власть выше собственности, служение выше владения, справедливость выше закона, писанного права этого крючкотворства римского, духовное и выше материального. Этого нет, но это провозглашает небополитика как доктрина времени и доктрина духа. У нас на этот счет есть и план, и стратегия есть, и доктрина, и оперативные планы могут быть написаны. Поэтому я еще раз подтвержу готовность нашей группы небополитиков заявить все те необходимые ценности, которые позволят перейти из глухой обороны, круговой обороны в наступление. А только наступление. И наступление прежде всего в умах и сердцах позволит выйти из кризиса и занять лидирующие позиции в новом мировом порядке. Ура! Ура! Ура, говоришь! Помогайся школе здравосмысла, чтобы выйти из кризиса и занять лидирующие позиции в новом мировом порядке. Пойдемте, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.